Привет! Тема «Откуда взять опыт для программистов-тестировщиков для того, чтобы устроиться на свою первую работу?» Сразу поставьте лайки, колокольчики, напишите комментарии. Поехали! Тема очень важная. Я расскажу вам, откуда получить этот опыт, откуда его взять и как выглядеть так, чтобы работодатель понимал, что вы действительно обладаете теми навыками, и они у вас действительно были. То есть я вам расскажу о тех способах, как получить настоящий опыт и как это сделать проще всего, и чтобы это было эффективно, быстро, дешево и, в общем, все сразу. Начнем с того, что работодатель хочет, чтобы у него работал в компании человек, который обладает какими-то навыками. Да, это естественно. Если вы позиционируете себя как джуниор, то сразу вам говорю, это тупиковая история, лучше так не делать. Почему? Потому что компании не хотят тратить деньги, не хотят тратить ресурсы на то, чтобы растить какого-то человека, которого не вырастет, а потом он куда-то, и вот его нет. А они потратили на это время. Время, деньги, в общем, нужно с этим возиться. Поэтому ни в коем случае не позиционируйте себя как джуниор-разработчик, если только совсем у вас комплексы ваши полностью вас не накрыли. Я вам расскажу о тех способах, их не очень много, кстати, все очень просто. Я вам расскажу о тех способах, которые помогут вам получить до своей первой работы опыт, чтобы вы, когда придете уже на работу, когда вы придете уже в офис или удаленно, как вы будете подключаться, чтобы вы к тому времени уже понимали, с чем нужно будет работать и обладали этими навыками. Сразу еще небольшая предыстория. Работодатель и вообще вся история рекрутерства, они меряют кандидатов опыт годами, измеряются годами. Но лично мое мнение, это совершенно несправедливый способ оценки кандидатов. Кто-то говорит, типа, у него три года опыта, у кого-то семь лет опыта. Чем они занимались? Ну, типа, занимали какую-то должность, как будто бы делали одно и то же. Это совершенно, это совершенно никак не проверяемые вещи. И можно очень спокойно сидеть несколько лет, ну, допустим, там, 5-10 лет на какой-то позиции, перетаскивать эти данные из одной ячейки в другую. Кстати, ребята, посмотрите фильм, называется «Офис спейс». Там вот отлично, отлично показывается вот такой вот пример офисной работы. Офис спейс или по-русски называется, по-моему, офисная работа. Это суперкрутой фильм, рекомендую всем людям, которые идут в эту сферу. Если вы посмотрели фильм, это тоже напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Мне он очень понравился. Так, в общем, можно на одних и тех же работах, на одних и тех же позициях заниматься разными вещами. И в некоторых компаниях позиции называются одинаково, а вот обязанности, они там, ну, сильно разные. И если, конечно, вам повезет, вы попадете в компанию, где вас загрузят так, что вы не сможете поднять головы несколько месяцев, может быть, год, то там вы получите самый большой и насыщенный опыт, который вы можете еще потом где-то применить, если повезет. Так вот, возвращаясь к вопросу. И измерение опыта годами – это совершенно несправедливо. Совершенно несправедливо. И, но, и, и, но. Рекрутеры так делают, потому что это такая, вроде бы, как мера, мера, мера измерения кандидата. Сколько у него лет опыта. Это, это, это очень странная история, но другого, другого пока нет. На мой, на мой взгляд, справедливее и правильнее было бы оценивать, конечно, в каких-то там фичах, багах, граблях, на которые наступил этот разработчик-тестировщик. Но это, ну как, как их тоже измеришь. Поэтому, в общем, меряем годами. Меряем годами, так уж оно сложилось, хотя, лично мое мнение, совершенно несправедливое и никак не соответствует, никак не соответствует ничему. Ничему. Тем более, нужно еще учитывать, что в некоторых сферах, допустим, вот я работаю во фронтенде, каждые несколько лет происходит полнейшая революция. То есть перевернули все с ног на голову. То есть мы ждем сейчас вот в мире фронтенда еще какой-нибудь, еще какой-нибудь привет. Так вот, ближе к теме. Лично я считаю, что вот если вы идете на какую-то должность, то вы должны обладать навыками для того, чтобы справиться с какими-то типовыми обязанностями. Просто посмотреть по телевизору или просто посмотреть по ютюбу какой-то учебный материал с бутербродиком, с чайком. Ну, конечно, хорошо, то же самое, как смотреть футбол. Смотря футбол, вы не научитесь играть. И можно быть очень хорошим комментатором, но как игрок совершенно никаким. Нужно выйти на поле, вот такое вот зелененькое, и там уже поразминаться, то есть попрактиковаться. Мое мнение такое, что вы обязаны, вы просто обязаны, даже когда вы учитесь, просто мы занимаемся обучением профессионалов, обучением программистов, тестировщиков. И мы сделали процесс так, чтобы люди во время учебы, они проходили практику на проекте. Вначале мы отдавали в какие-то компании людей, но это было просто какое-то вот, ну, рабство своего рода. То есть их там, они там ничего не учились, выполняли роль мебели или там принеси-подай каких-то примитивных операций. В общем, какая-то была дурацкая история. Мы это быстро поняли и организовали всю практику у себя на своих проектах. У нас есть свои коммерческие проекты, в которых студенты, программисты, в которых студенты и тестировщики одни пишут код, другие тестируют. У нас есть несколько наемных людей, которые помогают администрировать, project-менеджеры, ассистенты, кто помогает вести этот процесс. Это очень, очень насыщенный процесс. И те студенты, которые уже после этой практики находят работу, они говорят, что все то, что было на практике, в работе, оно очень сильно помогает. Более того, тот процесс и те принципы, которые у нас организованы внутри, они считаются, ну, как бы я им так даже говорю, что вы будете считать, потому что это эталон. Потому что внутри компании обычно какая-то неразберихонь происходит, как-то процессы плохо налажены. Мы же стараемся внутри себя организовать хороший процесс, я не говорю, что он идеальный, но хороший процесс, в котором студенты делают все те процессы, которые им нужно было бы, которые нужно делать в офисе, будь то стартап или энтерпрайз, какого угодно принципа организации компании. И благодаря вот этой практике вы получаете свой опыт. К чему он соответствует, каким годам и всему остальному, это уже другой вопрос. Но, когда вы идете на собеседование, то понятно, что сначала идет отбор резюме, кто больше, кто красивее написал, эта история известная. Но тогда, когда вы уже попадаете на общение с человеком, вас спрашивают, а расскажите, как вы, допустим, как у вас был организован процесс. Вам не нужно его выдумывать, не нужно его ниоткуда вспоминать, вы его просто, точнее, вам не нужно его выдумывать, вы просто его вспоминаете, потому что вы это делали. Вы делали эти процессы, и вы точно знаете, как что устроено. Точно так же для, ну, в общем, для программ, это для тестировщиков, для программистов это еще полезнее, потому что, ну, как ты можешь придумать, как ты писал код, как ты можешь придумать какую ты какую-то фичу имплементировали какой баг ты там исправлял если ты действительно участвовал в этом то у тебя будет этот опыт отсюда вывод следующий для того чтобы получить опыт для того чтобы вы заявляете о каком-то опыте о каких-то навыков вам обязательно нужно участвовать в проекте обязательно если вы если вы студент нашей организации нашей школы пасп то вы получаете проект само собой здесь разные проекты на разных стадиях обучения сначала там поменьше такие общем крохотульки а потом все больше и больше и больше и в конце текст идет уже на профессиональное на профессиональное обучение вы получаете проект в котором вы вы можете участвовать сколько угодно, потому что проект не искусственный, сценарированный и организованный на месяц. Он постоянный, то есть каждый раз, как вы не придете, вы получите новую задачу, вы получите новую какую-то проблему, которую нужно решить, бизнес-проблему. Обычно программист, тестировщик – те люди, которые решают бизнес-задачи, бизнес-проблемы, которые помогают бизнесу развиваться, зарабатывать деньги. Поэтому, когда вы приходите в проект, то вы видите каждый раз новые задачи, и чем больше вы этих задач делаете, тем, соответственно, больше опыта и больше навыков у вас появляется. Я вам могу сказать так, если вдруг вы по каким-то причинам, допустим, занимаетесь самообучением, либо даже вы учитесь с нами, но хотите еще чего-то, начинайте делать свой проект. Если вы программист, то это проект, в котором нужно использовать кодинг. Если вы тестировщик, то это какой-то фреймворк, внутри которого вы можете протестировать какой-то сайт. Не обязательно это должен быть сайт типа Google, Amazon или чего-то еще. Это может быть какой-то совсем небольшой сайт. Я, кстати, вам дам такой совет, его делали наши студенты, они так, ну, это было супер просто, там, ну, плюсище, вот такой огромный. Значит, совет заключается в следующем. Если вы, допустим, это совет для тестировщиков, совет только для тестировщиков. Если вы идете на собеседование в какую-то компанию, и вы точно знаете, ну, это уже, ну, будут какие-то вот типа он-сайт, там, последний раунд интервью, я вам рекомендую потратить несколько часов для того, чтобы адаптировать ваши тест-кейсы, которые вы проходили, которые вы писали во время обучения, тот фреймворк, который вы делали. Адаптируйте его и протестируйте тот сайт, который, ну, в компанию, в которой вы идете. Это произведет очень хорошее впечатление. Это произведет просто мега впечатление, потому что вы таким образом покажете, что вот вы, ну, очень заинтересованы. Это выведет вас на совершенно, ну, как бы вы оторветесь от всех других конкурентов. Это, кстати, один из способов. Что касается программистов, вы, допустим, я вам рекомендую сделать такую штуку. Допустим, компания занимается, блин, чем занимается? Ну, допустим, занимается какой-то аналитикой, да, или занимается каким-нибудь там букингом, ну, условно, я не знаю, там, любое, любой вид деятельности придумайте, или компания занимается отправкой каких-то сообщений или трекингом чего-то, все что угодно. Сделайте микроскопическую версию этого приложения, микроскопическую, то есть с очень-очень урезанным функционалом. То есть самую какую-то штуку. И если вы это покажете на собеседовании, это совершенно на новый уровень вас переведет в глазах эта компания. Вы запомнитесь, это точно. И если вы там не получите оффер, либо какой-то большую заинтересованность, то, ну, по крайней мере, это будет, ну, супер большой бонус для вас по сравнению как бы с другими кандидатами, вы получите этот бонус. Я вам так скажу, потому что, потому что в основном кандидаты сильно пассивные. Они очень пассивные, они ходят на собеседование, потому что, ну, там, приду сюда, приду туда, там, как они там, ну, скажут, спросят, я скажу то, в общем, такой, на отвали. Там они как-то приходят. И работодатели тоже так, ну, блин, давайте проведем собеседование, еще кого-нибудь проверим. Если вы выделитесь как-то на собеседование, вот, с помощью, там, вашего какого-то проекта, кстати, раз, может, вот за эту тему, за проекты заговорили, вы также можете делать свой проект и говорить, что, ну, я не могу показать доступ к коду, который я писал в своих предыдущих компаниях, этого ни в коем случае делать нельзя, ни в коем случае, вы как этот, ну, это, это, это будет просто выстрел в ногу, то вы можете сделать какой-то проект, ну, какой угодно, там, сайт какого-то, там, букинга, да, простого, ну, примитивно, и показать, типа, вот, я сделал вот эту вот штуку, она вот тут регистрирует, вот такие вот сущности, показать код, его можно на гитхабе открыть вообще полностью. И тогда, и тогда те люди, которые будут вас занимать, они говорят, ну, вот, видно, что человек пишет. И вот эти проекты, которые вы делаете, они вас, они из вас делают программиста, потому что программист, это не тот человек, который просто научился, научился писать код или научился решать какие-то алгоритмы, это, ну, такой себе, такой себе программист. Нужно, чтобы вы могли выполнить какую-то задачу, выполнить какую-то задачу. Ну, я понимаю, что по поводу предыдущей фразы, возможно, варианты, потому что большие компании, Google, Amazon, Microsoft, Apple, когда вы приходите на работу, вас никто не спросит, вас никто не спросит о том, чем вы занимались раньше. Объясню, почему. Потому что, может быть, даже так, это вот на собеседование в Amazon или Google, там такая полисия есть, политика о том, что для тех, кто проводит собеседование, не спрашивать о том, чем человек занимался раньше. Их это не должно интересовать, потому что, чтобы вдруг потом, типа, вы у нас там утянули какую-то идею, которую рассказал вам один из кандидатов. Ну, такая вот история. Не знаю, были какие-то прецеденты или нет, но мне нравится, в общем-то. Просто могут спросить, типа, там, расскажи о себе там что-нибудь, но не рассказывая, чем ты занимался в своей компании, ни в коем случае не рассказывая ни про технологии, ни про стеки и так дальше. В других компаниях это вполне нормальная практика. Я бы сам спросил, какой стеки ты используешь, что ты больше любишь и так дальше. И в больших компаниях, типа, Гугла, Амазона, Эпла, там, Фейсбука, Майкрософта, там на собеседование спрашивают алгоритмы. Алгоритмы тоже такая себе мерилка программистов. Я бы не сказал, что она справедливая. Это очень странный измеритель. Но, тем не менее, оно работает, и они таким образом нанимают людей. Отсюда вам совет, что если вы хотите, ну, как-то вот себя чуть-чуть увереннее чувствовать на собеседовании, помимо того, что вы будете делать проект, пожалуйста, занимайтесь еще, изучайте алгоритмы. Алгоритмы – это, ну, не что-то такое вот там сложное. Это начните сначала с каких-то простых вещей. Какие-то вот манипуляции с массивами, там, их разделить, перевернуть, там, пересортировать, там, каким-то образом, там, вот из одной структуры создать другую и так дальше. Вот это и есть алгоритмы. По сути, алгоритмы – это когда у нас есть какие-то карманы, и мы вот какими-то там двумя руками или одной рукой пытаемся там перевести одни данные в формат других. Вот и весь алгоритм. В общем, хитрости. Хитрости манипуляции с данными. Ладно, я немножко отвлекся от темы. Самый мой важный совет, который я хочу дать тем людям, которые смотрят, что опыт работы, опыт работы, он создаваемый. Его можно сделать, его можно сделать на проектах. Самый, самый быстрый, самый быстрый способ получения настоящего опыта – это участие в живом, быстро развивающемся проекте. Опыт работы, который вы получаете в офисе, просто сидя и выполняя какие-то свои рутинные задачи, я его бы не считал вообще. Потому что обычные компании, они подстраховываются. Они на одно место, на одну должность, на одну обязанность. Они привлекают сразу нескольких людей так, чтобы вдруг, если вдруг с одним что-то случится, или там, о, этот, как его, день рождения, декрет, все что угодно, там, его кошка-собака родила, то есть они, чтобы они могли подменить кого-то, подменить на это время. В общем, такой вот называется бас-фактор, что если вдруг половина команды переедет автобусом, то у нас есть еще, вот есть еще вторая. И обычно в компании вот этот вот, типа вот опыт, да, опыт в годах, он, ну, вообще несправедливо оценивается. Лучше всего измерять вот ваш опыт и вашу опытность в тех проектах, в тех граблях и в тех задачах, которые вы сделали. И если вы участвовали в проекте, если вы делали какие-то большие сложные задачи, то я вам смело могу сказать, что заявляйте о себе как об опытном человеке. Потому что вы умеете решать проблемы, если нужно, научитесь. И имейте в виду, что когда вы уже попадете в офис, вы увидите, что с вами будут работать совершенно разные люди. И иногда возникает вопрос, а как вы сюда попали? Что вы, кто вас отбирал вообще? То есть может быть получится так, что вы без каких-то годов опыта, вы будете делать больше, чем те люди, у которых там расписаны в их этих самых просто года. Этому уже много-много примеров. Один мой знакомый говорит, что Слоэлла спросил в офисе, говорит, типа, откуда у тебя? Говорит, ну ты же как бы блефуешь, ты говоришь, что у тебя там 10 лет или 15 лет опыта. Говорит, как так получилось? Говорит, я просто так, ну это та история. Говорит, я просто так сильно в это поверил, я так сильно в это поверил, что теперь это моя правда. Ну, в общем, есть и такой момент, но моя точка зрения и мой акцент, который я вам хотел здесь сказать, о том, что сделайте и участвуйте в проект. Если вам нужен проект, вы можете обратиться к нам, у нас для вас найдется работа. Вы в ней будете участвовать как стажер, но тот опыт, который вы получите внутри, он вас подготовит к очень-очень многим ситуациям. Возможно, даже к тем ситуациям, которые, может быть, даже и не произойдут, потому что мы стараемся делать сложные проекты, и мы стараемся студентам давать такие задачи, по силам, конечно, постепенно их усложняю, такие задачи, чтобы люди росли профессионально. Супер. Если у вас есть вопросы, я подхожу плавно, скоро будут сейчас закрываться. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, пишите их мне, пишите нам их на почту, и обязательно поставьте все там, все, что можно, лайки, напишите комментарии. Буду очень рад увидеть вашу обратную связь. Все, что вы думаете, все напишите, и увидимся. Всем пока.